Самарские ученые разработали способ лазерной экспресс-диагностики парадонтита. Это стоматологическое заболевание можно будет с высокой точностью выявлять за считанные секунды, без традиционного в таких случаях проведения рентгена и взятия анализов. Врач просто посветит на подозрительный зуб лазером, соединенным со спектографом. С помощью подключенного ноутбука и специального программного комплекса анализируется состав эмали зуба. Автоматически выявляются отклонения от нормы и выдается диагноз, есть парадонтальные изменения или нет. С 25 по 31 марта в муниципальных библиотеках Самары проходит Всероссийская неделя детской книги, одна из старейших отечественных просветительских акций и крупнейшие мероприятия по продвижению детской книги. Читатели знакомятся с новинками литературы для детей и юношества из фонда в библиотеках, участвуют в игровых, интеллектуальных, творческих, конкурсных мероприятиях, а также встречаются с детскими писателями. Губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина поздравили сотрудников и ветеранов Национальной гвардии Российской Федерации с профессиональным праздником. Росгвардия на протяжении уже более двух столетий стоит на защите интересов российского государства и наших граждан. Представители этой правоохранительной структуры всегда отличали отвага и мужество при выполнении служебного долга, верной традициям патриотизм. В Самарской области зафиксировали суточный максимум осадков сразу на 10 метеостанциях. Об этом сообщили в Приволжском УГМС. В Самаре за сутки выпало более 22 мм осадков, что больше на 13 мм прошлого рекорда, который зафиксировали в 1991 году. Рекордный максимум также установили в Челновершинах, Оглосики, Неочеркассах, Тольятти, Сызрани, Авангарде, Большой Глушице, Безинчуке и Серноводске, рассказали синоптики. Владимир Путин поручил повысить качество обучения школьников естественным наукам. Правительство Российской Федерации должно разработать комплексную программу по повышению уровня математического и естественно-научного образования школьников к 1 июня, сообщается на сайте Кремля. С учетом ранее данных поручений разработать по согласованию с Президиумом Совета при Президенте России по науке образованию утвердить комплексный план мероприятий по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в системе общего образования, поясняется в поручении. В Госдуме выступили с предложением ввести на базе ЗАГСов беседы с психологом при расторжении брака. Данная инициатива рассматривает варианты работы медиатора не только с парами, которые испытывают сложности в отношениях и находятся на грани развода, но и с теми, кто только готовится пожениться. Психологические консультации помогут гражданам понять, является ли их решение пожениться или развестись осознанным и взвешенным.